В Ненинском округе необходимо решить вопрос, связанный с массовыми перевозками детей из Красного до окружной столицы. Такое поручение по обращению уполномоченного по правам ребенка в Ненинском округе Риммы Галушиной в рамках комиссии по безопасности дорожного движения дал первый заместитель губернатора Юрий Мурадов. На сегодняшний день перевозки организованных детских групп из поселка невозможны. Выехать дружным детским коллективом в бассейн или на каток для красновских детей – настоящая проблема. Дорога до окружной столицы есть, но передвигаться по ней организованным группам нельзя. У них проводят совместные мероприятия, и, к сожалению, эти совместные мероприятия проводить невозможно, потому что нет разрешения на организованные перевозки. Кроме того, у нас, например, детский лагерь, то есть у них нет возможности приехать на тот же каток или в бассейн. Департамент ЖКХ и строительства Ненинского округа отмечает, что категорийность дороги позволяет организовывать перевозки детей. Нет претензий по данному вопросу и у представителей ГИБДД, но есть определенный порядок, который установлен правительством России. Организатор перевозки обязан направить в госавтоинспекцию установленные сроки уведомления о том, что такого-то числа группа, либо один автобус, либо несколько будут перевозиться, ну, как бы дети от пункта А в пункт Б. ГИБДД регистрирует это уведомление, выезжает на соответствующее место, в преддверии выезда проверяет на соответствие всем техническим регламентам непосредственно автобус, и всё, никакого разрешения, такого нет. Ограничений нет, но проблема, тем не менее, остаётся. Проработать данный вопрос первый заместитель губернатора Ненинского округа Юрий Мурадов поручил департаменту образования. Я вас прошу взять это на себя, собрать действительно в узком составе ГИБДД представителей департамента строительства и обсудить, как вы будете решать эту проблему. Она очевидно решаема, надо просто прийти к общему знаменателю и предпринять какие-то шаги и понять их масштабы, насколько там всё сложно. Мария Владимирова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.